Всем здравствуйте! Вы на канале Роллинг Мото и это рубрика запчасти. Мы предлагаем вашему вниманию итальянского производителя запчасти. Это шатунные сборки, поршни для двухтактных, четырехтактных мотоциклов, поршни в сборе. Собственно говоря, пока что этот бренд, да, он действительно один из самых качественных. Поршневые шатунные сборки, сальники, пыльники есть в наличии в Роллинг Мото. Жень, расскажи, пожалуйста, вкратце, на какие модели, когда применять, для чего, почему. Модели, значит, разнообразные. От Хонды, КТМ, Хускварна и так далее, соответственно, для эндуро и кросс-мотоцикла. Сервисный мануал подскажет, когда нужно, соответственно, готовить к замене поршня, да, в книжке у нас прописано. Или мотор вам сам об этом скажет. Да, но желательно до этого не доводить. Жень, давай вкратце. Какие поршневые? Ямахи, Хонды, Кавасаки, понятно, КТМ, да, двухтактные. На 85-ке, возможно, есть на полтиннике, СХ. Тоже есть на 65-ке, на 50-ке. Которые много людей ищут, да, и не могут найти. Вот, пожалуйста, просто многие, почему-то там некоторые форумы читают. Блин, парни, где достать поршень на 85-ку там для сына? На rollingmoto.ru, пожалуйста, заходите. Хотел обратить внимание, поршня у них, не как у других производителей, всего трех размерных групп, да. Атена подумал над этим и сделал четвертую группу, которая, в принципе, очень интересна. Конечно, ресурс уже поменьше, да, но у них есть группа D. Ты хочешь сказать, что надо гильзовку делать? Нет, просто. Нет, ну, если у тебя, ладно, чугунятин, а если у тебя некрасиль? Ну, все равно там есть запас определенный до какого-то размера. То есть они под все делают D еще? Да. Чтобы прямо его вообще вытереть под ноль? Да. Так, поршневые, они в основном будут в сборе, да? В комплекте у нас что идет? Поршень, там кольца, понятно, компрессионные, маслосъемные, стопорные колечки и палец. Это комплектация у всех поршней или они есть просто без колеца? Комплектация во всех поршней, единственное, вот не знаю, почему они в двухтактных двигателях, в двухтактных поршнях не кладут поршитник сепаратов. Следующие, шатунные сборки. Тоже уже зарекомендовали себя во многих кругах, люди ими пользуются. В любом случае это как расходник, так же меняется по мануалу. Не надо пренебрегать моментом и думать, что со мной ничего не случится и шатун у меня будет живой. Как правило, если его обрывает, то крышки картера говорят не очень хорошие слова о своем райде. Также представлены на разные модели. Хонды, Кавасаки, Эндуро, Кросс, мотоциклы делают для всех. Видишь, Мэйден, Джапан, все как надо. Атена, она очень долго на рынке. Так, дальше у нас сальники. Ну и что у нас следующее представлено, это сальники, пыльники, вилки. Да, тут уже их желательно почаще менять. Живем мы не в очень теплой стране и перемены температуры у нас, постоянные погодные условия у нас меняются. Поэтому мы также возим сальники и пыльники, зарекомендовавшие себя по ресурсу и, в принципе, по доступной цене. Ну тут опять же, многие, знаешь, посмотрел, вроде вилка не течет, да? Но это не показатель, то есть выезжаешь прям первая катка и у тебя там оба пера потекли, короче. Поэтому об этом лучше заранее действительно позаботиться, не самые большие деньги, да, и перед сезоном подготовиться уже перебрать вилочку. Чтобы потом на полусогнутых не ехать до дома. Ну как-то так, да, вкратце. Ребята, по наличию, опять же, на нашем сайте rollingmoto.ru или посетив любой мотосалон RollingMoto, или звоните по нашей горячей линии, пишите в чаты, мы везде вам ответим. Или в комментарии под видосом. Всем пока. Пока.